здравствуйте друзья сегодня я украинский историк расскажу вам об оптимистических процессах которые происходят в россии и очень пессимистических для россии выводах таким образом сегодня буквально на наших глазах происходит крах рубля доллар и евро переписывают рекорды миллиардеры массово переписывают свои биографии убирая упоминания россии и это связано с попыткой отмыть свою репетацию от всяческих грязных пятен то есть от россии украинские разработчики беспилотников тренируются на москве испытывают наши беспилотники перед тем как начать массовую поставку в армию ну и так далее и так далее в москву напомню как многим в россии казалось наиболее защищенную территорию от ударов беспилотников ударов ракет и так далее и так далее таким образом российские беспилотники до киева не дает не доезжают не долетают преимущественно только обломки а украинские спокойненько залетают даже в кремль вот такая вот ситуация и возникает вопрос зачем это все было русским зачем вот эти огромные потери позор на весь мир дружба с африканскими странами вместе вместо дружбы с странами развитыми и так далее и так далее и вот вопрос стоит таким образом что дать на него ответ могут только философ и вот был один такой философ чадаев который 150 лет назад рассказал почему это произошло он сказал что россия предназначена только к тому чтобы показать всему миру как не надо жить и чего не надо делать очень интересный русский философ который объяснил зачем это все сотворили россияне вот что он писал о судьбе россии тусклое и мрачное существование лишенные силы и энергии которая ничто не оживляла кроме злодеяний ничто не смягчало кроме рабства ни пленительных воспоминаний не грациозных образов памяти народа не мощных поучений в его предании мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах без прошедшего и будущего среди мертвого застоя опыт времен для нас не существует века и поколения протекли для нас бесплодно глади глядя на нас можно сказать что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет одинокие в мире мы миру ничего не дали ничего у мира не взяли мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума а все что досталось нам от этого движения мы исказили вот такой вот философ который может сказать зачем русские идут на все эти преступления чего им спокойно не жилось захотела величия на фига на зачем они начали войну никто москву не бомбил границы не закрывал на войне на войне не убивал зачем они полезли в украину отвечает философ чадаев потому что они как первобытные живут одним днем у них не было истории у них не было никаких уроков истории никаких тем более моральных уроков и сейчас россияне отвечают как в свое время отвечал шура балаганов когда его спросили зачем он стырил кошелек и пудреницу с рублем и тридцатью двумя копейками они по-другому не могли поступить на все аргументы у россиян один ответ не напали бы мы напали бы на нас то есть такое саморазоблачительное отношение по сути под русские сами признаются что по-другому существовать они не умеют и другой мотивации кроме нападения это брание чужой косточки как в первобытной системе они не имеют то есть хотели россияне убивать грабить насиловать и по сути они фактически этим живут хотели блицкрик за три дня а потом разграбление соседа почему же это происходит почему у россиян такая мотивация потому что российская история еще раз подчеркиваю очень простое и объясняющие почти все в российской истории заключение состоит в том что россия очень поздно вышла из каменного века как писал чадаев все века человеческого и тысячелетия даже человеческого развития прошли мимо россии то есть россия сидят сегодня в пост первобытном обществе сидит и дерется с остальными за косточку в середине россии и вовне тоже пытается отобрать чужую кость и вот россиянам показалось что будет быстро и безнаказанно как в молдове как в грузии как в крыму то есть что движет россии даже нет желание показать урок другим а просто зависть завести ничего больше первобытная зависть зависть к тому чего в россии никогда не было и наверное уже никогда не будет то есть чужой свободе и человеческому достоинству и вот россиянам огромный психологический психологическое удовольствие доставляет топтаться по чужому достоинству топтаться по чужим каким-то по чужой свободе потому что этого у них никогда не было и не будет и собственно говоря в этой покорности путину состоит вот это скажем первобытная идея русских то есть они сбиваются в стаю для того чтобы пограбить если пограбить не получается царь оказывается виноватым а если хоть чуть-чуть удалось пограбить то они выстраиваются дружно идут царь сказал дохнуть значит они дохнут и это называется великая отечественная спецоперация 20 лет хотели что-то повторить и повторили убийство разруху и так далее и они были бы в восторге если бы это получилось также безнаказанно как было в грузии как было в других странах как было в чечне было в крыму и сказать что русские ничего не понимают это неправда они скорее ничего не хотят узнавать потому что работа мозга тем более попытки какие-то работа совести это вещь очень энергозатратная и россиян полностью устраивает картинка из телевизора и ничего другого ей не нужно то есть они не хотят видеть того простого факта что у вождя зашатался трон и нужно было организовать маленькую победоносную войну что-то пошло не так но само по себе метод организации победоносных воин в ответ на шатание трона и как инструмент как инструмент собственно говоря усиление поддержки в обществе она очень саморазоблачительно для россии то есть она показывает что для россиян война это та вещь которая поднимает авторитет власти агрессивная война поднимает авторитет власти то есть лозунг грабь россиянами воспринимается как нормальный как нормальный почему это все еще раз четыре тысячи лет отделяет окончание каменного века в европе в частности в украине в том числе и окончание каменного века в россии и и более того русские систематической основе истребляли лучших из себя там всегда и нормальных то было очень очень мало то есть россия это живой пример регресса и отрицательного отбора в 2014 году сошло с рук поэтому полезли дальше грабить ну и кроме того жизнь россиян она бессмысленно многих и бесполезно и в всяческих унижениях проведена и поэтому им нужно найти кого-то еще более униженного рядышком они находят национальное меньшинство российские но это уже видно не помогает и как говорится как говорил гитлер в свое время сын великой нации прикольнее чем чем какой-то трудяга или даже не трудяга какой-то бомж вот и хотели камешков с неба но теперь получают бойся своих желаний как говорится бредили войной одевали пилотки но теперь в пилотках и это же еще россияне не почувствовали по сути даже близко не почувствовали всех последствий своих преступлений это пока еще только цветочки ягодки будут попозже можно было бы сказать что деда оказался у разбитого корыта но скорее всего и дед то не окажется не останется деда после этого всего то есть хотелки легкого грабежа вот этих всех вероломных захватов первом в стиле первобытного общинного общества привели и приведут к поражению россию наказанию преступников к расширению нато к репарациям очень длительным наверное на века и к выплате и компенсации всех убытков и к позору россии к такому позору который происходит сейчас на глазах всего мира что кто-то там из яндекса вычеркнул все упоминания о себе как россияне не кто-то из миллиардеров всячески вымарывают россию из своих биографий вот точно так же будет вымаранной россия из современности она по сути из экономической из мировой политики уже в эти дни вымарывается да то есть наоборот даже очищается мировая политика мировая экономика от россии поэтому чадаев очень интересную фразу рассказал почему это происходило он понял что вот это прозябание длительное абсолютно бесплодная которая в россии называется российской историей она россию ни к чему не привело кроме идеи отобрания кости соседи и друг у друга то есть вся российская история это драка за кость первобытных людей до сих пор до сих пор если вы видите как русские где-то там во время каких-то ударов начинают что-то нести с пожаров грабить это все оттуда это все в голове это все из первобытно общинного строя вот эти вот соответственно косточки несут весь секрет в том что очень простой секрет каменный век в залезье закончился где-то около 300 года нашей эры появление собственной какой сколько сколько более-менее какой-то металлургии в других местах там в перми и так далее и так далее в местах даже европейской россии все это гораздо позже было еще позже вот я уже не говорил о севере европейской части ну а про азиатскую говорить нечем то есть уроки не усвоены учиться россия россияне считают что зачем учиться если можно пограбить и вот современная история вообще российская история состоит в чем в том что россия экстенсивно размножается как ну как можно сказать как плесень то то есть она захватывает какие-то другие территории их выедает в оттуда соки выпивает и пытается с новыми ресурсами бросаться на новые территории это так поступали первобытные но и пост первобытные некоторые общества то есть это поведение не из экстенсивного развития то есть не вверх а вширь вот в чем российские вот эта история собственно говоря и состоит в распространении этой плесни на максимальное количество территории именно поэтому вот такой фетишизм к территориальным приобретениям зачем она русским если у русских пол россии занята мой то есть зачем какие-то очередные территории что они дают они дают просто тот простой факт что на тех территориях не будет ничего хорошего она не будет хорошая на тех территориях раздражать российский первобытный глаз своим просто существование поэтому сейчас в мире поняли что если россия так охотилась за украинскими унитазами то естественно для богатой там западной европы богатой италии богатой франции богатой германии она бы их грабила с гораздо большим остервенением даже чем украина поэтому собственно говоря мир так и реагирует вот вообще картина печальная как говорил горький гоголь в свое время что россия напоминает ему снежную пустыню где никакой братской любви и соответственно станционный смотритель говорит что ничего нет лошадей нет и вообще ничего нет вот и вот эта снежная пустыня первобытная хочет скушать цивилизованные страны подавится подавится друзей а для того чтобы это произошло побыстрее помогаем украинской армии счет я оставляю внизу автомобилям сейчас помогаем и следует сказать что этого чада его самого одного умнейших людей которые родились в россии коту из которого даже пушкин своего евгений онегин нарисовал кстати говоря и прямо в этом признавался а вот его объявили в россии сумасшедшим за то что он рассказал россии правду о том что она первобытна ну такая вот история с богом друзья до украинской перемоги ну и